...что в полиции нет вообще. Вообще нет в законе, даже в Иркутске нет в законе полиции. Закон, как был в советской милиции, законы есть. И вы получаете зарплату в тысячу раз больше, чем вы на самом деле сейчас выучаете. ...которые не уверены, уже нету, расписания. А я вам говорю, а вы представьте, а начисляют вам 20 тысяч, еще 3 нуля добавьте, это то, что вам начисляется зарплата советскими рублями. Но деньги уходят, дядя Сэму. Нам такие деньги никогда не снились. А потому что нас все устраивает. Потому что они уходят, дядю Сэму, в Америку. Увидели, увидели. Дядя Сэм. Дядя Том. Конечно, прием записаться в Чипонетку. Чипонет не принимает групповой, он боится по штучному. Он только берет по штучному. Мы уже пытались сходить втроем. Нет, он сказал, по одному поднимайтесь. Значку я ему сегодня. Вам уже объясняли по поводу их постановлений? Что? Что они должны объяснить? Что они не регистрируются. Постановление. А нам не надо регистрируйте. На входящие поставьте согласно ст. 59 вашей Конституции РФ. Мы обращаемся к... Регистрируются только заявления в установленном порядке. Вот это постановление ваше, оно никак не регистрируется. Оно никуда будет не направлено, абсолютно. Это не заявление удовлетворения. Просто надо будет. Для ознакомления с коллективом. Для работников. Мы вас оповещаем о том, что на нашей территории открылся УИК. То есть вы, мы все граждане Советского Союза имеем право проголосовать за своего кандидата в Верховный Совет СССР. А вы нам препятствуете сейчас. Согласно, нарушение Конституции. По обращению к любви. Вы не имеете право отказать. Если вы хотите какое-либо заявление... Вы вот слушайте, что вам говорят. Я слушаю, что я вам говорю. Вот эти бумаги мы не приходили. Если хотите идти... Мы еще раз к вам придем. В милицию. Мы пришли с доверенным лицом Верой Петровной. Она сказала принять же. Мы вообще-то пришли. Кто такой Вера Петровна? Ой, никто. Юноша, как вас зовут там в дежурной части? Как вас зовут? Я не вижу. За слепу. Написано. Назаров Иван Валерьевич. Назаров Иван Валерьевич. Оперативный дежурный. Валерьевич. Да? Назаров Иван Валерьевич. Иван Валерьевич. Вы не с вами имя. Иван Валерьевич. Ваше хамиле и мучество. Так, слушайте внимательно, Иван Валерьевич. Хамиле и мучество ваше. УИК номер 7. Подожди. А скажешь программа, на которую вы собираетесь сейчас это все писать? Вы для кого мои персональные данные собираете? Для кого? Для кого? Вы иностранная компания. Для кого вы собираете мои данные? А кто вы? Вы полиция, значит, вы иностранная компания. Потому что у нас советская милиция. Вот в советской милиции я... Вот в советскую милицию идите и регистрируйте. Скорость? Мы вас предупреждаем, мы вам даем. Чтобы потом вы не сказали, чтобы вы не говорили, что мы к вам не приходили. Листовки у нас эти лежат. Это не листовки. Не называйте так. Это документ государственный. Это государственный документ Советского Союза. Да. А вы находитесь на территории Советского Союза. И мы вас оповещаем о том, что вы находитесь на территории Советского Союза. И ваши работники, граждане Советского Союза, имеют право принять участие в голосовании. И вы обязаны их оповещать. Вот товарищ уже нам все тут объяснял, кричал на нас. Вот это не регистрируется. Я вам уже в прошлый раз объяснял. Вот это не регистрируется. Это вы так решили? Это я так решили. А закон 59 как нарушать? Это ваше постановление. А закон 59 как нарушать? А 64 статья вам ни о чем не говорит? Нет, ни о чем не говорит. Я вам сказал, вы можете регистрируйте дежурную часть Советского Союза. Вы в фашистской форме, в маске. Вы сейчас договоритесь. Таня, успокойся. Я свободный человек на своей территории. А вы на каком основании что-то находите? Вы на каком основании. Таня, успокойся. Да он потому что такой вот весь, знаешь. Вы ничего не нарушаете? А кто? Покажите документ. А вы документ покажите.